Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Римлянам 14 Я буду говорить сегодня о теме, которая настолько важна, что вот уже несколько служений Дух Божий ведет меня учить об этом, об обновленном уме. Обновленный ум позволит вам иметь самую лучшую жизнь. Обновленный ум – это ум, который мыслит так, как мыслит Бог. И получить обновленный ум мы можем только изучая Слово. Принимая Слово, заполняя свои мысли и поступки Словом, обновленный ум дает нам преображенную жизнь. Аминь. Но нам необходимо понять кое-что очень важное об обновлении ума. Прочитаем Римлянам 14, 17 «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Итак, здесь сказано, что Царство Божие не состоит из земных вещей, таких как еда и напитки. Царство Божие состоит из праведности и мира и радости. И Иисус заявил, «Царство Божие внутри вас». Неудивительно ли это? У нас, рожденных свыше, Царство Божие внутри. Итак, если Он говорит, что Царство Божие внутри нас, а в Римлянам Павел говорит, что Царство Божие – это праведность и мир и радость во Святом Духе, значит, вот что внутри вас. Праведность. Что это значит? Это значит, что вы оправданы перед Богом. И благодаря тому, что мы оправданы перед Богом, мы теперь можем жить жизнью праведной перед Богом. Наша жизнь может на самом деле выглядеть праведной перед Богом. Мы можем жить, угождая Господу, потому что мы в правильном положении перед Ним. Он дал нам способность и благодать жить той жизнью, которую Он нам предназначил. То есть нас не устраивает то, что нас прежде в жизни устраивало, потому что теперь мы вошли в жизнь праведности. Аминь. Это поток Царства Божьего, действующий в нашей жизни. И еще один поток Царства Божьего владычествует в нашей жизни – мир. Аминь. Мир владычествует в нашем духе и в нашем разуме. Будут ли атаки на наш разум? Да. Но тот мир, что в нашем разуме, тот мир, что в нашем духе, больше, чем то, что противостоит нам. И мы должны сделать выбор. Когда что-то тревожит наш ум, мы должны ответить «Нет, нет, нет, это не поток Царства Божьего». Царство Божье внутри меня. Значит, мне не нужно ждать, чтобы Бог дал мне мир. Я могу черпать его, он уже внутри меня. Значит, я делаю выбор в соответствии с тем, что внутри меня, а не с тем, что меня окружает. Аминь. Итак, в римлянам Павел сказал, что в вас есть праведность, в вас есть мир, в вас есть радость. Не чудесно ли, что вам не нужно радоваться только, когда обстоятельства радостные? Вы носите свою радость с собой. Значит, при любых нерадостных обстоятельствах в жизни у вас есть хорошая новость. Царство внутри вас, радость внутри вас. У вас с собой своя радость в обстоятельствах, которые не приносят вам радость. Вы понимаете, что это значит? Каждый день мы должны жить в праведности. Каждый день мы должны жить в мире. Каждый день мы живем в радости. Вы скажете, ну это просто абсурдно, потому что жизнь не бывает постоянно радостной. Жизнь нет, но царство внутри нас – да. И нам дано право черпать из этого царства внутри нас, чтобы жить не на основании окружающих нас обстоятельств. Значит, наше лицо всегда должно быть радостным. Аминь. Сразу видно, кто что и откуда черпает. Черпаем ли мы из царства, что внутри нас? Что за царство внутри нас? Праведность, мир и радость внутри нас. Аминь. И это поток Духа Святого. Аминь. Потому что здесь сказано «праведность и мир и радость во Святом Духе». Все это из потока Святого Духа. Если мы говорим, что мы люди Святого Духа и при этом выглядим печально, что-то не так. Если мы говорим, что мы люди Святого Духа и при этом мучаемся, сидим в депрессии, терзаемся, что-то не так. Итак, нам дано мерило того, как должна выглядеть наша жизнь. Живем ли мы праведно, осознавая «я праведен перед Богом», значит, я не живу в терзающем меня страхе. Аминь. Это также значит, что меня наполняет мир. Вот чем я измеряю свою жизнь. Я не позволю себе жить вне мира. Я не позволю себе жить без радости. Если мы не живем в праведности, мире и радости, наша жизнь отклонилась от цели. Мы не соответствуем тому, что у нас внутри. Слава Господу! Дальше мы могли бы просто радоваться. Правда? Уже из-за этого понимания. Как должна выглядеть наша жизнь? Вот как. Праведность, мир и радость. То есть наша жизнь угодна Ему. Она праведна перед Ним. Мы не ходим по неправильным местам, не поступаем неправильно, не говорим неправильно, не думаем неправильно, не беседуем о том, о чем не должны. Ведь это не поток праведности. А нам дан этот поток. Он внутри нас. Аминь. Вам не нужно молиться, чтобы пастор вам его дал. Вам не нужно выходить вперед на молитву. Если вы рождены свыше, он внутри вас. Черпайте из него. Черпайте из него. Сдавайтесь ему. Аминь. Значит, когда подкрадывается печаль, скажите, извини, тебе придется пойти к соседу, потому что я тебя не приму. Вы знаете, что произойдет? Вашу жизнь покинет смена настроений, так? Ваш супруг будет знать, какая версия вас ожидает его каждый день. Слава Господу! Скажите со мной. Царство Божье внутри меня. Значит, я в правильном положении перед Богом. Я могу жить праведно. У меня есть сила и способность жить угодно Богу. Во мне мир. Во мне радость. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Что бы ни шло против меня. Прямо сейчас. Это все во мне есть. И именно на это я буду реагировать. Аминь. Аллилуйя. То есть, все вы должны быть немного бодрее, когда после церкви отправитесь на машине домой. Должны быть немного радостнее, немного безмятежнее, немного правильнее мыслить, так? Аминь. Послушайте, мы праведны не от того, что мы все делали правильно. Мы праведны, потому что Иисус отдал свою праведность нам. Мы праведны не потому, что мы все делали правильно, а потому что Иисус все делал правильно. Аминь. Аллилуйя. Если мы не живем праведно, если мы не живем в мире и не живем в радости, мы не верны тому царству, которое внутри нас. Аминь. Давайте не будем двойными агентами, принадлежащими одному царству, но представляющими другое. Аминь. Давайте будем верны царству Божьему, которое внутри нас. Аминь. Это значит, не соглашайтесь с тем, с чем вы прежде мирились в своей жизни. Не миритесь с этим больше. Я раньше терзался, я раньше мучился, был болен, был банкротом. Хватит. Точка. Та жизнь прекратилась, и мне не нужно выходить вперед на молитву и просить пастора что-то мне дать. Царство Божие внутри меня, и я буду об этом говорить, я буду об этом думать, я буду это помнить. Аминь. И именно из него я буду черпать, когда приходят обстоятельства, которые не соответствуют этому потоку. Аминь. За 30 лет служения я заметила, что очень немногие христиане знают, каково жить такой жизнью. Очень немногие знают, что такое ходить в полноте. Но почему бы нам не войти в нее? Почему бы не войти? Аминь. Она нам доступна. Откройте со мной, пожалуйста, Филиппийцам 4. Филиппийцам 4. И будем читать с 11 стиха. Я прочитаю расширенный перевод. Павел писал это письмо, находясь в тюрьме. Попробуйте представить, каково было в этой тюрьме. Он был там за проповедь Евангелия, за повиновение Богу. Люди думают, если Бог сказал мне что-то сделать, все будет легко. Все пройдет гладко. Ну, Павел этого не знал. Потому что Павел оказался в тюрьме, повинуясь Богу. И не раз. Но дело в том, что когда Бог говорит вам что-то сделать, и вы знаете, что вы повинуетесь Ему и угождаете Ему, даже если вы окажетесь в тяжелых обстоятельствах, у вас с собой праведность, мир и радость прямо там. И вам не тяжело, потому что вы не поддаетесь окружающим вас тяжелым обстоятельствам. Вы столкнетесь с противостоянием. Вы попадете в трудные ситуации. Но внутрь вас Бог поместил неисчерпаемый резервуар, чтобы вы могли черпать каждый раз, когда захотите. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что немирно, у вас свой мир с собой. Когда вы встречаетесь с чем-то нерадостным, вы захватили с собой свою радость. Вам не нужно ждать, чтобы поведение других людей пришло в порядок, прежде чем вы войдете в этот поток. Аминь. Кто-то из вас помнит, как в детстве вам родители говорили, «Сумел загрустить, сумей и обрадоваться». У кого-то в семье так говорили? Другими словами, если тебе грустно, измени это. Как загрустил, так можешь и обрадоваться. Измени свой настрой сейчас же. Вот что это значило, так? Но Бог не просто подправил наш настрой. Он внутрь нас поместил царство. Это неисчерпаемый источник, из которого мы можем черпать всегда, когда захотим. Значит, нет никаких оправданий тому, что у нас нет мира, нет радости, или мы не угождаем Богу, в каких бы обстоятельствах мы ни находились. Итак, в Филиппийцам 4.11 Павел находился в тяжелейших обстоятельствах, в одной из самых мрачных ситуаций. И я обожаю то, что он сказал в 11 стихе, в расширенном переводе. Говорю это не потому, что нуждаюсь. И послушайте. «Ибо я научился быть довольным, удовлетворенным до такой степени, что я не встревожен и не обеспокоен, в каком бы состоянии я ни находился». Обратите внимание, он говорит «я этому научился». То есть, ни в чем невозможно преуспеть без практики. Ничему невозможно научиться без практики. И как же он научился не тревожиться и не беспокоиться о том, что происходит вокруг? Он в этом практиковался. Когда он сталкивался с чем-то, что было не так, как хотелось, он этому не поддавался. Вы не можете помешать обстоятельствам складываться против вас. Вы можете не дать им повлиять на вас. И именно этому Павел научился. Научился быть довольным. Как часто мужи Божьи попадали в тюрьму за что-то и говорили «здесь я научился быть довольным». Ваше послушание Богу может привести вас в тяжелые обстоятельства. Потому что не все встретят с распростертыми объятиями ваше послушание Богу. Кто-то будет вам препятствовать или говорить что-то против вас или как-то по-другому на вас нападать. Что это значит для вас? Царство в вас не изменилось. Мир по-прежнему в вас. Радость по-прежнему в вас. Праведность, угождающая Богу, по-прежнему в вас. Так как же это связано с вами? Никак. Просто оставайтесь верными тому, кто в вас и что в вас. И именно этому Павел научился. Научился быть довольным. Можно сказать, что он научился черпать то царство, что внутри него. Аминь. И научившись черпать, заметьте, он говорит, «Я не обеспокоен, я не встревожен, в каких бы обстоятельствах я не находился». Большинство людей говорят, «Ну, я бы радовался, если бы все стало как надо, а если все никогда не станет как надо, что вы будете делать?» Окружающие обстоятельства вам не подвластны. В вашей власти только вы. Аминь. Итак, будучи в одной из темнейших ситуаций, Павел говорит, «Вот чему я научился». И далее он говорит, «Я узнал секрет». О каком секрете он говорит? «Все могу в укрепляющем меня». Как он вас укрепляет? Он вложил в вас свое царство. Аминь. Но обратите внимание, Павлу было необходимо этому учиться. Вам нужно этому учиться. Павел не выходил из потока мира и радости из-за того, что его окружали немирные и нерадостные обстоятельства. Можете себе представить, насколько мрачно быть в тюрьме? Как это давит на чувства? Вокруг мучения, люди, нарушившие закон, посягнувшие на человечность. Вот кто его окружал. А он сказал, «Я научился. Я доволен». Аминь. Что это значит? Я безмятежен. Я не дожидаюсь освобождения отсюда, чтобы только тогда стать радостным. Я буду радоваться прямо здесь. Аминь. Люди говорят, «Но если бы мои счета были оплачены, работа была с зарплатой повыше, люди относились ко мне как надо, если бы дела в браке обстояли лучше, если бы супруга говорила со мной помягче, я бы радовался». Это неправда. Неправда. Потому что той радости, что внутри вас нужно сдаваться, если вы не умеете ей сдаваться в плохие времена, вы не сумеете ей сдаться и в хорошие времена. Ваша радость зависима от окружающих обстоятельств. Они приходят и уходят. И легко могут вырвать эту переменчивую радость прямо из ваших рук. Поэтому Бог выдал вам с собой вашу собственную радость. Аминь. Павел постоянно черпал из того царства, которое было внутри него. Аминь. Он не пытался извлечь мир и радость из того, что его окружало. Именно в этом люди заблуждаются. Они ждут, чтобы окружающие их обстоятельства принесли им радость и мир, при том, что радость и мир уже у них внутри. Аминь. Аминь. Итак, нам не нужно дожидаться, пока обстоятельства преподнесут нам радость. Нам не нужно дожидаться, пока обстоятельства преподнесут нам мир. Мы захватили свои с собой. Аминь. У меня есть свои. Нет ничего лучше, чем прийти в магазин со своими деньгами. Так? Могу купить все, что захочу, потому что у меня свои деньги. В детстве, когда вас опекали родители, вы могли купить лишь то, что вам разрешали. Царство Божье разрешает вам все хорошее. Теперь у вас есть что-то свое. Аминь. Аллилуйя. Кто из вас знает, что это настоящая победа? Настоящая победа не в том, что дьявол оставил вас в покое. Настоящая победа – это когда все вокруг вам противостоит, но не способно вас пронять. Аминь. Не способно, не способно, не способно низвести вас на свой уровень. Аминь. Аллилуйя. И, чтобы не быть встревоженным и обеспокоенным, ему пришлось научиться вот чему – сосредотачивать свое внимание на том, что внутри него, а не на том, что его окружало или ему противостояло. Запомните, важный аспект жизни, влияющий на нашу веру – это наше внимание. Люди не осознают, что вера связана с вниманием. Куда направлено ваше внимание, туда направлена и ваша вера. Если ваше внимание направлено на что-то неправильное, вы начнете в это верить. Аминь. Если ваше внимание постоянно направлено на ваши чувства, вы будете верить тому, что вы чувствуете. Но люди не осознают, что победить легко. Нужно лишь перенаправить внимание. Позвольте показать, насколько быстро можно переключить свое внимание с неправильных вещей на правильные. Предположим, здесь что-то неправильное, и я просто... Вот как быстро. Вот как быстро. Всего лишь решение отвернуться и перестать смотреть. Прекратить уделять этому внимание. Прекратить погружаться в это. И перестать носиться с этим, как со зверюшкой в кармане. Периодически выставляя ее на показ. Желая вызвать у кого-то жалость. Люди так ведут себя. Они используют свое детство, жестокое обращение с ними. И поймите, я не пытаюсь это преуменьшить. У некоторых было ужасное детство. И люди с ними обращались жестоко. Но не путайте людей с Богом. Если вы рождены свыше, Бог вложил все чудесное в вас. Аминь. Поэтому переведите свое внимание с того, что люди в жизни вам не додали, на Отца, который вложил все в вашу жизнь. Аминь. Это значит, что нам нужно избавиться от самосожаления. Бедный я несчастный. Он плохо со мной поступает. Она не так со мной обращается. Нужно прекратить на этом выезжать. Потому что, если люди на этом выезжают при любой возможности, они сорвут свое будущее. Аминь. Как же Павел научился не тревожиться? Он перестал обращать внимание на то, что его тревожило. Аминь. Вы скажете, но я не могу. Это же прямо передо мной. Можете. Бог вложил нечто большее в вас. Тот, кто вас больше того, кто в мире. Это значит, что то, что он производит вас, сильнее того, что делает дьявол. Послушайте. То, что Божье движение не такое громкое, не значит, что оно отсутствует. Аминь. Дьяволу приходится громко орать, потому что товар у него никакой. Когда у вас лучший товар, вам не нужно носиться и убеждать людей. Вы когда-нибудь замечали? Я не против пойти в магазин за хорошей скидкой. Я не против. Это не грех. Но вы замечали, что по-настоящему первоклассные магазины никогда не выставляют свой товар на распродажу? Я имею в виду самые фешенебельные. Вы там никогда не встретите в полцены. Почему? Потому что у них лучший товар, и он выдержит испытание временем. Это не какая-то махинация или диковинная новинка, не просто веяние моды. Это товар вне времени, который каждое поколение оценит по достоинству. И никто не будет толкать его за полцены. И обычно такие магазины не заполоняют рынок маркетинговыми компаниями. Почему? Подумайте о фирмах, которые существуют долгие-долгие годы. У них такая репутация, что, скажи я их название, вам всем они были бы знакомы, даже если вам ни разу не принадлежала их продукция. Вы бы знали об этих фирмах. Почему? Потому что они настолько солидны и надежны. Они предлагают такое качество, что им не нужно заполнять рынок в попытке кого-то убедить. Слыша их название, все понимают, что это обязывает к определенному уровню мышления. Аминь. Но когда все товары вам продают по 49 центов, они сломаются. И ими заполоняют рынок громко и агрессивно. Точно так же ведет себя дьявол громко и агрессивно, потому что то, что он предлагает, испорчено. И оно испортит ваше тело, ваш ум, ваш брак, вашу семью, ваши взаимоотношения, ваших детей. Поэтому ему приходится так громко вести себя, чтобы толкнуть вам этот товар. А люди думают, что то, что громче, лучше. Им легче верить тому, что громче. Скажем так. Люди больше верят тому, что громче. Будьте осторожны с тем, кто громче всех. Дьявол ведет себя громче всех только потому, что тихое веяние внутри вас предлагает вам что-то большее. Научитесь уделять внимание тихому голосу внутри вас. Люди настолько легко обманываются все свое внимание, уделяя тому, что громче всего. Дьявол всегда громкий. Он всегда громкий. Он всегда громкий. Именно так он сбывает свои товары. И вам нужно притихнуть и отключить свое внимание от того, что делает дьявол, чтобы хотя бы заметить, что Бог предлагает. Понятно, что когда Павел был в тюрьме, гнетущие эмоции, узники, все, что его окружало, было таким громким. Никто там не поклонялся Богу в радости. Ему нужно было использовать то, что он прихватил с собой. Аминь. Именно этому людям нужно научиться. Если что-то громкое, это еще не значит, что оно достойно вашего внимания. Дьявол посылает громкую мысль и вбивает ее, бомбардирует ею разум. И люди думают, раз так громко, видно, это правда. Или раз так громко, следует уделить этому внимание. Это как раз знак, что нужно переключить свое внимание. Потому что Бог никого не бомбардирует. Он приходит по приглашению. Аминь. Аллилуйя. Итак, нам обязательно нужно сосредоточить свое внимание на том, какой мы хотели бы видеть нашу жизнь. Чему мы уделяем внимание, то мы и притягиваем в нашу жизнь. Если мы сосредотачиваем свое внимание на болезни, словно все больше болезней привлекается в нашу жизнь. Если мы сосредоточены на том, что мне не хватает денег, мне просто никогда не хватает денег, Это мы и притянем в свою жизнь. Если мы сосредоточим свое внимание на тревожных, беспокойных мыслях, на том, что происходит в семье или с родственниками, то эта драма будет только нарастать. Ведь на что направлено наше внимание, на то направлена и наша вера. Аминь. Итак, мы должны быть как Павел. В окружении таких обстоятельств он сказал, я научился. Я научился быть довольным. Я доволен. И поймите, доволен не значит, что он хотел остаться в тюрьме. Он не говорит нам мириться с тем, чтобы оставаться в неправильной ситуации. Он говорит, пока вы в этой ситуации решите, я не буду тревожиться. Аминь. Нам нужно это практиковать. Я говорю, нам нужно это практиковать. Слава Господу! У этого чудесного апостола были божественные откровения. Иисус являлся ему несколько раз, но ему все равно нужно было учиться переключать свое внимание с неправильных вещей. Помню свидетельство одной женщины. Она стала служителем. До этого она была врачом, но потом стала служителем и учила о божественном исцелении. Она учила об этом в течение 30 лет. Будучи врачом, она была настолько перегружена работой, что начала употреблять наркотики, чтобы придать себе сил. И уже вскоре стала зависимой. Она не собиралась попасть в зависимость, но к этому все свелось. И она что только не делала, пытаясь освободиться от зависимости, но не могла. Она рассказывала, что наконец обратилась к Богу и примирилась с Ним, а потом взяла Слово и начала пролистывать Евангелие и читать все места об исцелении. Она читала их часами. Читала и перечитывала, читала, читала и читала. И она была поглощена этим несколько недель, а потом осознала, что все симптомы зависимости исчезли. И она даже не заметила, когда эта зависимость ушла. Почему? Потому что ее внимание отключилось от того, что терзала ее жизнь, и она полностью погрузилась в Слово. И тогда то, что связывало ее и угрожало ее убить, полностью ушло. И она даже не заметила, когда это ушло. Аминь. Вот что делает для нас Слово. Оно стоит нашего внимания. Ко всему, что пытается тревожить вашу жизнь, повернитесь спиной и скажите, «Хватит! Я больше не буду это употреблять! Я больше не буду этому сдаваться! Я больше не буду на это реагировать!» Но потом вы должны заполнить себя чем-то другим, заполнить Словом. И чем больше вы заполните себя Словом, тем сильнее вы будете, чтобы повернуться спиной к тому, что снова пытается привлечь ваше внимание. Аминь. Аллилуйя. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аллилуйя. Мы благодарим тебя, Отец! Мы благодарим тебя, Отец! Мы благодарим тебя, Отец! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Продолжение следует...